Уважаемый зритель нашего канала, вот так у нас происходит фильм с двигателем. Вот эта деталь случайно отвалилась, но потом мы ее, наверное, как-нибудь засунем. Просто делаем из мартовского мотора, субаровский. Мы склеим, наверное. Будет два блока, еще один отсюда, будет V6. По поршню отсюда будет вставлен шатун отсюда и палец отсюда. Но палец должен уже быть большой и толстый, я бы даже сказал уже два пальца. Будет два больших толстых на 20. Титановый такой, смотри, будет так входить и выходить, так входить и выходить. Вот так мы занимаемся ремонтом. Вот можно посмотреть на дырочку, которая не совсем ровная, побольше похожа на замышленную скважину. Ты понимаешь, просто здесь большая была дырка, а здесь маленькая. Смотри, как четко 20 ровно прям. 20... ну ладно. А, ну хорошо. Ну, короче, 20 сантиметров геморроя. Ну вот продувь. После продувки не очень тщательно и сразу собираем и запускаем. Вот, уже практически поршень пошел на место. Надеюсь, он там дико будет работать. Оп. Оп. Уже почти. Вон, вон. Оба, оба. Ты понял, как идеально? Смотри, как. Уже почти. Палец отсюда воткнется. Палец отсюда воткнется. А дырку мы заклеим скотчем потом. Скотчем. Скотчем. Бумажным. Малярным. Так, ну вот, в общем, мы пропилили там. Как бы поржали лишнего. Вот, пропил, соответственно, у нас получился и внутри вон. Там пропилили. Видишь, да? Да. Вон там. И вот там. И вот здесь вот с краев пропилили, да. Немножко. Так. А проблема была-то, в общем-то, в чем? Здесь вот такие вот шатуны у нас. Это титан. Назволь. Шатановые шатуны. Титановые пальцы. И кованые поршни. Проблема стала в том, что шатун-то у нас сюда не лезет. Ну, чуть-чуть. Сделали шатуны под литровый мотор. И немножко один комплект сделали под восьмисотку. Как бы в литр он залазит. Да, сюда не лезет. Угу. А вот в итоге пришлось немножко извращаться надо. Так. В итоге что получилось? Так. Блок, значит, поршень заходит отсюда. Вот отсюда. Там видно, да? Так. До сюда пихаем. Сейчас я там поправлю вот так до сюда. Шатун отсюда заходит. Пальчик вот здесь сверху втыкаем. Будем, как на Субару, пропихивать через весь блок. Палец заехал. Ты палец снимаешь, нет? Вот он там. Поршень. Все у нас в поршень. Ходит. Так. Дальше. Смотрим. Ставим коленвал. Так. С коленвалом тоже что-то делали? Ну, коленвал проточили. Это дизельный коленвал. Здесь ремонт просто. Это шейка в ремонт. Эта шейка на 2 мм уменьшена под вкладыши от бензиновой версии. Плюс сделали со смещением. То есть, получается у нас диаметр цилиндра больше и смещение оси. Получается у нас 830 или 840 будет мотор кубиков. Вот. А самое главное, потому что эти вкладыши на дизель стоят где-то 8-9 тысяч. А вкладыши на бензин всего лишь тысяч. В общем-то в целях экономии плюс в целях прироста объема все это сделано. Так вот у нас коленвал ставится. Соответственно, сейчас подниму поршень. Делали предыдущие восьмисоткин. Там проблема была в том, что болты родные от смарта, они не выдерживали. Вот. Сейчас у нас болты вот такого размера. Сейчас для сравнения дам. А вот, подожди. Здесь у меня где-то шатунные болты валяются. Так. Вот шатунный болт родной от смарта. Вот то, что будет сейчас стоять. Вот эти соответственно не выдерживают на предыдущих версиях мотора. Два мотора рванули из-за того, что не выдержали болты. Теперь соответственно все будет держать. С этого мотора надеемся снять от 170 лошадей. Вот. 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 Все крутится. Все замечательно. Все. Можно в принципе все остальные цилиндры собирать. И как бы делать дальше моторчик. Ну в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok